здравствуйте друзья дорогие наши северодвинцы сегодня у нас очень серьезный повод расставить точки над е ну вот весьма неоднозначное событие произошло в понедельник 1 июля началось плановое повышение тарифов в сфере электроэнергетики тепла и газа и водоснабжения по и водоотведения также по всей стране максимальный рост тарифов на электроэнергию в целом для населения россии всей страны составят 15 процентов меня минимальный 12 вот но за тепловую энергию придется россиянам рассчитываться среднем на 10 процентов больше так же как и за водоснабжение и водоотведение вообще платеж за проживание состоит из двух частей за коммунальные и за жилищные услуги с 1 июля произошло плановое повышение тарифов только на коммунальные услуги идут но ничего не поделаешь а вот тарифы на жилищные услуги то есть на содержание ремонт вывод мусора и так далее не регулируются постановлением правительства они как бы создаются на местах и предельный их рост вполне может ограничиваться органами именно местного самоуправления даже не субъектами федерации короче все зависит от нас с вами от собственников что это может означать для северодвинска да только одно муниципалитет вместе с собственниками жилья должен продолжать четкую линию на сдерживание именно тарифов на жилищные услуги ну какая проводится сейчас нельзя не отметить что наш город рассматривается как явный передовик в этой области нас нельзя сравнить скажем с тем же архангельском где с управляющими компаниями вот далеко не все в порядке ну и вот еще новость этой недели накануне мэр северодвинский михаил гмырин принял участие в совещании под председательством полномочного представителя президента в северо-западном федеральном округе владимира булавина вот надо отметить что город северодвинск вызвал у полпреда искреннее уважение ну в числе с прочего с полпредом осуждались и как раз таки тему предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению и хорошо что мэр северодвинский михаил гмырин имеет огромный опыт еще со времен депутатства по большому счету общение с высокими государственными лицами а также опыт решения конкретных задач по улучшению жизни горожан и для северодвинска все вопросы связанные в частности жкх из повышения зарплат бюджетникам решается гораздо легче чем в том же архангельске а дела там действительно не очень вот например накануне в арбитражный суд архангельской области подано заявление о банкротстве крупнейшей управляющей компании архангельска торн 1 причиной стали многомиллионные долги настоящее время задолженность управляющей компанией торн 1 только перинар энергетиками составляет более 111 миллионов рублей вот и сегодняшняя ситуация с торн 1 идентично той что сложилось накануне банкротства управляющих компаний наш дом архангельск и связь кабель строй 2 да и очень здорово что в северодвинске благодаря активной позиции муниципалитета и мэра такого не происходит работают люди причем в данных условиях очень даже хорошо работают ну и на этом фоне появляются оракулы которые перед выборами начинает учить северодвинск как надо жить причем чё конкретного но не предлагая горе учителя тратят свои а скорее всего не только свои денежки на выпуске неких дадзибау листовок и пюллетеней хотя если разобраться сами по жизни ничего серьезного пока таки не сделали обетовать причем весьма когда голословно может еще каждый а вот сделать что-то конкретное умеют не все но как говорится кто умеет тот делает а кто не умеет тот учит других как надо согласитесь очень неудобная позиция ради как бы ни за что не отвечаешь а вроде как бы и не за критикуешь ну смелость так и придет пасу нет ну что ж сегодня мы снова пригласили в студию независимого народного эксперта человека собственной головой и собственным мнением владимира кремера здравствуйте владимир здравствуйте андрей здравствуйте уважаемые северодвинцы вы у нас тема сегодня вот какая чем ближе к выборам ну два месяца осталось практически 8 сентября будут тем больше появляется какие-то учителей в северодвинске которые учат горжан как как вот надо жить не так живем то мы хотя город наш самый продвинутый как считается в северо-западном федеральном округе вот такое как бы бюллетень дадзебао вот опять бросили бесплатно мне не надо но бросили вот почтовый ящик слышь мне тоже не надо но бросили хорошо что есть чего бросать бесплатно ладно хотя бы не камни в огород а насчет получает учат у нас как это в кинофильме детском получайте лучи ваших получат так интересно самое главное вот что мне тут несколько покоробило что-то мы так долго андрей обсуждаем вот и все какие-то непонятные и очень невнятные предложения размышления в бюллетене предложение не видел я вижу предложение которое написано я говорю стилистике да да не предложение к русскому языке великого могу да 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 тоже не конкретные предложения что и как надо делать да здесь предложение да вот поэтому вот как-то уже оскомину набивает вот даже внимание не привлекает а просто вот ну не уже начинает немножко раздражать погодите дальше будет больше дальше будет больше что может быть больше ну будет не одну больших не одну в неделю бросать 10 10 что же это хорошо вот помнишь а предыдущая программа датчик на растопку хорошо пойду есть чем печку разогнать вот а теперь вот что значит а коммунальных до а жкх вот что хочу свою точку зрения высказать следующим образом вот интересным управляющей компании банкротится интересный архангельске в архангельске я согласен я говорю что где-то а конкретно в архангельске так вот интересно где деньги зин 111 с лишним миллионов рублей куда-то и все мысль напрашивается но я не знаю можно спросить конечно вот персонаж которому посвящены вот эти многочисленные бюллетени его должность называется председатель областной ассоциации управляющих компаний и так далее то есть имеет отношение человек к управляющим компаниям и значит каким-то боком можно не это спросить а чё что все банкротится в архангельске интересно давай спросим нам северодвинске не надо нам не надо такого вот нам не надо точно ну давайте управляющим они чем-то должны наверно управлять или хотя бы управляли пытались да но плохо пытались до управлялись граждане стихами заговорил вот значит вот что я хочу еще сказать андрей вот то что полпред очень уважительно отозвался о северодвинске это конечно очень здорово дорогие наши северодвинцы в этом заслуга и нас с вами как горожан и нашего муниципалитета и депутатов наших городских и конечно же нашего мэра вот если рассуждать здраво то так знаете вот нет сомнений о том что все делается и хорошо делается но по крайней мере с теми вот временными рамками с теми обстоятельствами которые вот сейчас у нас происходят ну дай бог я надеюсь что и дальше будет не то что не хуже а будет также хорошо ну хочется в это верить по что же мы постараемся делать все для этого до свидания дорогие до свидания дорогие до новых встреч до новых встреч у нас и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»